Сейчас Украина находится в одном из самых тяжелых состояний экономических за все свое время, за всю историю. Причины объективны. Это и война, и падение там достаточно сильных сырьевых рынков. И вообще общая неэффективность в нашей экономике. Мы производим сырье, экспортируем его в основном, а не готовую продукцию. Это большая проблема. Посмотрите на наши зарплаты. 170 евро, грубо говоря, в месяц получает в среднем человек здесь. Даже меньше, там, 160. В то время, как там, в России, Словакии, 1200 евро и так дальше. Мы не можем вообще вылезти из этой ямы без устойчивого экономического роста. Элементарно. Любой первокурсник любого экономического вуза вам объяснит, как это делается. Это снижаются налоги. Их придется снижать. Однозначно. Вот говорили об Рукурнафту. Одна из причин, почему Рукурнафта, например, не платит налоги, потому что ей рентную плату действительно залупили достаточно высокую в прошлом году. При том, что нефть в цене упала. И это не то, как у Рукурнафта, любых других компаний. Вторая ситуация. Нам нужны инвестиции в государственные инфраструктурные проекты. Достаточно важная вещь для экономического роста. Нам нужно стимулировать потребление домохозяйств. Третья составляющая. Элементарные вещи, как это все, все это можно и нужно сделать. Поэтому сейчас как раз то, что предлагает МВФ, оно идет тоже в том числе и в этой конве. Достаточно много советов по тому, как правильно поднять экономику, как добиться устойчивого экономического роста. Нам просто нужно не изобретать велосипеды, не делить портфель, а заниматься теми конкретными вещами, которые нужно делать. Нам нужно не говорить о реформах, наверное, а делать реформы. Теперь по поводу, хотел все время сказать, все-таки добавлю, по поводу, значит, госмонополий и так далее и тому подобное. Говорят, приватизировать, потому что мы уже видим, что на каждой госмонополии, где существует человек, до тех пор, пока там существует государственное влияние, там есть коррупция. И самошедшие деньги уходят налево. Говорили про Украинафта. Давайте вспомним ку-транснафту, господина Гавриленко, которого поставил Каноненко туда конкретно, вся эта группировка. Как его уберут Луценко, мне интересно знать. Давайте посмотрим вообще на то, что на каждой фактически, извините, монополии стоит какой-то чек или БПП, или кого-то еще там, или Народного фронта, не знаю. Ну, свои люди. Давайте закончим просто один раз навсегда. Приватизируем эти предприятия на открытом общественном конкурсе. Пусть западные корпорации, которые участвуют в нем. Главное, чтобы конкурс был чистым. Украинских олигархов, неважно, кого угодно. Но чтобы была конкуренция, была рубка. И когда мы выручим эти средства от продажи этих предприятий, у нас будут средства на то, чтобы снизить налоги и некоторое время прожить, именно избежать того люфта, когда будет провал по налогам. А потом люди начнут платить, потому что будет нормальная налоговая инспекция, уволят господина Анасирова, надеюсь, и наберут людей, которые будут собирать налоги, а не принимать взятки от предпринимателей, которые там откупаются от них. И все это будет.